Я думала, я не успею. Мы уже поехали на автобусе. Вот без пяти три прям я уже буквально к вокзалу подъезжала. Елена пишет «Тотальный диктант» всего второй раз, но для нее это уже традиция. Ради нее даже чуть задержали начало акции. К своим участникам здесь относятся с заботой. Тем более таких офлайн-площадок диктанта в 2020-м было всего две в крае. Здравствуйте, дорогие друзья. Я Андрей Гласимов, автор «Тотальный диктант» 2020 года. Приветствие по сети. Впрочем, авторы так делают ежегодно. А вот онлайн-участники – новинка. Из-за пандемии большинство диктант писали дома. К 2010 году акции присоединились больше 200 тысяч человек из 80 стран. Тема 2020-му соответствует. Это «Космос» о жизни Константина Циолковского, основоположника советской космонавтики. Кстати, сам текст специально усложняли причастными оборотами, вводными конструкциями. Выдержать атаку грамотности пришли люди разных возрастов. Мне захотелось попробовать свои силы, проверить, насколько вообще я знаю русский язык. И мне кажется, что это хорошее дополнение к школьной программе. Кстати, организаторы считают, что офлайн-формат в этом году даже на пользу акции. Это вызов участникам. В этом году есть онлайн-режим традиционный. И есть такая форма, как пишем дома, когда участники могут получить ручку и бланк, пойти домой и со слов диктора записать на бланке свой текст, принести на проверку сюда, к нам, на площадку. Из-за нас так хорошо исправляют ошибки различные редакторы, что мы уже не остаемся один на один с бумагой. Есть возможность проверить себя, свои силы, свое знание русского языка. Но это вообще-то интересно, это хорошая атмосфера. И это очень исполучает людей. Свою оценку участники узнают 31 октября. Впрочем, на этом акция для постоянных участников не заканчивается. Говорят, теперь чаще видят ошибки. И свои, и чужие. Во всяких отзывах, комментариях коробит буквально от ошибок, которые появляются у всякого рода комментаторов. Никита Ермаков, Николай Шелко. День с толком.